МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три страшных дня. Завтра, 3 сентября, годовщина освобождения заложников в Беслане. Вместо аргументов краска. Республики портят наглядную агитацию. Навстречу съезду народов. Ансамбль «Эрзянка» ознакомит с мордовскими традициями. Сегодня глава Чувашии в рамках рабочей поездки в Новочебоксарск посетил домостроительный комбинат, запущенный в эксплуатацию в июне текущего года. На сегодняшний день здесь трудится 226 человек. Объем отгруженной продукции и оказанных услуг в январе и июле превысил 130 миллионов рублей. Костяк коллектива – ветераны. Галина Большакова – электрик с 40-летним стажем. За долголетний и добросовестный труд удостоена благодарности главы Чувашии. Я работала на асфальтобетонном заводе УАО «Дорис». Завод находился на этом же месте. Ну вот, меня попросили остаться здесь. И я осталась. Нравится, наверное, раз 1978 года работаю. В диалоге с главой Чуваша и Заводчан, а среди них немало жителей города Спутника, больше всего интересовал вопрос благоустройства Новочебоксарских дворовых территорий. Построят пять лет все дворы, которые надо было капитально отремонтировать, мы реально сможем отремонтировать. Кто-то счастье свое получит в этом году, кто-то через три года. Правительство республики обязуется в полном объеме выполнить социальные обязательства перед всеми жителями республики. А в свою очередь руководство завода планирует вывести предприятие на полную мощность уже в 2017 году, тем самым обеспечив дополнительные рабочие места. Прекрасный завод. Используются самые современные энергосберегающие технологии. Мощность завода 140 тысяч квадратных метров жилья. Это говорит о чем? Это говорит о том, что больше будет на рынке для нуждающихся в жиле эконом-класса по доступным ценам. В 2017 году, в течение года практически полную мощность завод будет работать. Не было этого завода, не было 700 рабочих мест. Мы продолжаем. У нас еще один проект, который сейчас работает. В идеале на следующий год, в первом квартале, ну, в первом полугодии, будем говорить, еще один сантехнический завод будем запускать. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин. Республика. Сегодня же глава Чуваши провел рабочую встречу с руководителями города Новочбоксарска. Властям города необходимо в кратчайшие сроки решить проблему с возросшей задолженностью за услуги ЖКХ. Только запотребленное теплоуправляющие компании обязаны заплатить более 430 миллионов рублей. Михаил Гнатьев потребовал навести порядок в этой сфере, вплоть до расторжения договоров с недобросовестными организациями. Глава администрации муниципалитета отметил, что ситуация с долгами улучшится уже до отопительного сезона. Обсудили и выполнение программы капитального ремонта. До середины сентября в Новочбоксарске заменят коммуникации в 54 многоквартирных домах. В этом году основное ударение при выполнении работ было сделано именно на ремонт кровли. Действительно, претендентов на выполнение работ, именно кровельных работ по Новочбоксарску не так было много. Но, разыгрывая пару раз, наверное, открытые конкурсы, по некоторым даже три раза разыгрывались, договоры все заключены. И сейчас нет объектов, на которых бы работы не выполнялись. Работы уже выполнены в среднем больше 80%. Сегодня же глава Чувашей подвел итоги социально-экономического развития Новочбоксарска и принял участие в круглом столе, организованном газетой «Грани». Подробности в информационном выпуске программы «Республика» в понедельник. Жители Парецкого района получили компенсации за свиней продукты животноводства, которые у них изъяли, чтобы не допустить дальнейшего распространения африканской чумы. Приказом Государственной ветеринарной службы по согласованию с Минфином республики в Чувашию утвердили следующие цены. На отчуждаемых животных за килограмм живого веса – 102 рубля. На продукты животноводства – 146 рублей за килограмм. В общей сложности выплаты в Парецком районе составили более 18 миллионов рублей. Средства уже поступили на расчетные счета граждан. Более чем из 500 получателей 17 граждан выплаты задержали. Это связано с ошибками при указании расчетных счетов. Сейчас их исправляют. На дорогах республики, которые ведут из карантинных районов и границах республики с другими регионами, организованы круглосуточные ветеринарно-полицейские посты. В ходе рейдов специалисты управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области досмотрели более 10 тысяч единиц автотранспорта. Изъято и уничтожено 72 килограмма свиноводческой продукции. Арестовано 30 килограмм говядины. По фактам перевозки свинины из зоны карантина, а также молочной продукции без маркировки крупного рогатого скота и говядины, без ветеринарных сопроводительных документов, составлено 4 протокола об административных правонарушениях. Между тем, в муниципалитетах республики, которые не находятся в непосредственной близости с карантинными районами, создаются оперативные штабы по предотвращению заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней. Так, в столице республики запрещен ввоз свинины и других продуктов свиноводства. Также в Чебоксарах запрещена продажа живых свиней. До единого дня голосования 18 сентября осталось чуть больше двух недель. Накал политической борьбы возрастает. В столице республики от рук хулиганов пострадали предвыборные баннеры одного из кандидатов в депутаты госсовета Чувашии. Информация о том, что баннеры с политической рекламой на Эгерском бульваре и на проспекте 9-й пятилетки испорчены, появилась в конце августа. Оказывается, эти щиты регулярно испытывают на себе свойства современных красящих средств. По проспекту 9-й пятилетки, по предварительной версии, информационный щит испортили выстрелами из оружия для пинбола. А по Эгерскому бульвару бросили две банки краски. Такая ситуация повторилась неоднократно. В конце июня информационные щиты также испортили, бросив в них краску. По Эгерскому бульвару все это говорит о системности хулиганских нападений на информационные щиты. Подобное хулиганство зафиксировано и в Новочебоксарске. В городе испортили баннеры еще одного кандидата в депутаты Госсовета Чувашии от партии «Единая Россия» Владимира Михайлова. Похоже, политическая борьба, набирая обороты, выходит за границы аргументированной дискуссии. Что характерно, политическая реклама других партий и их кандидатов не пострадала. Центральная избирательная комиссия Чувашии просит всех, кто стал свидетелем распространения незаконной печатной продукции или порцию чужого имущества, плакатов или баннеров, или других проявлений грязных избирательных технологий, сообщать об этом в правоохранительные органы по телефону 102 или в ЦИК 62 12 38. 1 сентября в нашей стране это не только день знаний, но и день памяти о страшной трагедии, случившейся в 2004 году в школе номер один города Беслан. Тогда в заложниках у террористов оказалось больше тысячи человек, большинство из них дети. 3 сентября во всех школах России пройдут уроки, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом под девизом «Россия против террора». Дети и взрослые вспомнят трагические события в Беслане и почти от минуты молчания всех жертв, погибших от рук террористов. Преступления против человечности – так называют трагедию в Бесланской школе. 147 взрослых и 186 детей. Для них торжественная линейка по поводу начала нового учебного года стал последней в их жизни. В 66 семьях погибло от 2 до 6 человек, а 17 детей остались круглыми сиротами. Для сравнения, за 4 года Великой Отечественной войны Беслан потерял 357 мужчин на различных фронтах. К памятному мемориалу, установленному на месте трагедии, сегодня приходят те, кто остался в живых и родственники погибших. Конкурс, посвященный пятилетию национального телевидения «Чувашия» – «Чувашия Марь-Республика» набирает обороты. Кто еще из участников получил путевку в финал? Находчивости и креативности конкурсантам не занимать. Каждый признается в любви родной республики своим способом. В финал проекта на этой неделе попали еще три участника. Дарья Кириллова, Ольга Осинкина и Александра Никифорова. И жюри, и зрители выбрали, да, то есть те, кто голосовал в группе ВКонтакте, выбрали их абсолютно единогласно, потому что действительно интересный подход, это немножко по-другому. Да, возможно, это не смонтированное видео, прям вот по-серьезному, да, но это от души, это красиво, заходите, смотрите. География конкурса широка, видеоролики приходят со всех уголков «Чувашия». На суд жюри и зрителя уже представлено более 30 работ. Люди, на самом деле, разогнались немножко, да, то есть если вначале все, видимо, думали, придумывали идеи, сейчас ролики уже идут, что меня порадовало и удивило. Люди разных возрастов принимают участие. Присылают очень разные видео, это и мини-фильмы, и даже нам прислали какой-то развернутый фильм. Присылают стихи, присылают песни, присылают, там, садики готовятся целыми группами, там, и целыми садиками снимают интересные видео, признаются в любви нашей республики. Поэтому тенденция, правда, интересная, посмотрим, чем закончится. Победители проекта получат ценные призы и примут участие в съемках на национальном телевидении «Чувашии». Свои видеопризнания можно присылать по адресу ntrk-video-sobak-ml.ru с пометкой «Конкурс». Более подробная информация в группе национального телевидения ВКонтакте. Не упустите свой шанс поделиться чувствами со всей республикой. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Представители 128 национальностей и 8 этнических групп, проживающих в Чувашии, готовятся к большому событию. Первому съезду народов. Форум пройдет 10 сентября. Сейчас его участники вовсю готовятся к встрече. Издавна на территории нашей республики живут Эрзя и Мокша. На такие группы делится мордовский народ. Обычаи и традиции предков передают из поколения в поколение. Хранят культурное наследие и участницы ансамбля «Эрзянка». Наша съемочная группа попала на девичьи посиделки. По традиции деревенские жительницы собираются вместе, чтобы не только обсудить последние новости, но и повеселиться, попеть, поплясать и заняться рукоделием. Например, такие коврики украшают многие дома в селе Напольном Порецкого района. Для дочери, сейчас уже для внуков, а потом для правнуков хочу вот это все показать. Вот как я долго хочу дожить, даже для правнуков. Правнучку хочу от замуж отдать. Пускай новую машинку купит, у тебя уже старинная. А машинка у меня хоть и старинная, но очень хорошая. Таких машинок сейчас очень мало. Участницы ансамбля «Эрзянка» строго соблюдают все обычаи своего народа. Самое главное – гостеприимство. Для гостей припасают самый большой и вкусный кусок. Впрочем, похоже, в мордовской кухне все куски большие и вкусные. Одним пельменем, по-мордовски «прекинец», можно наесться запросто. Но уважающая себя хозяйка пельменями не ограничится. Обязательно должны быть пироги и мясо. А на десерт – лучшие песни и танцы мордовского народа. Женский эрзянский костюм не спутаешь ни с каким другим. Очень уж приметные головные уборы. Причем, каждая деталь костюма имеет свое значение. Вот эти помпушки в головном уборе мордовской женщины означают символ, оберег женской красоты и женского здоровья. Элемент костюма «Пулагай» мордовская, набедренная повязка, она носится только замужней женщины, повязывают ее. Девочки и девушки не повязывают, у них только передник и пояс. В этом году ансамблю «Эрзянка» исполняется 26 лет. Солидный стаж для творческого коллектива. За это время артистки объездили пол России. Ансамбль принял участие в шестом международном телеинтернет-проекте конкурса фестиваля «Созвездие-2014». Награжден двумя дипломами – лауреата первой степени в номинации «Народный вокал» и лауреата первой степени в номинации «Национальное достояние». Последнее лучше всего объясняет, почему эрзянку так любят не только в родном Парецком районе, но и во всей республике. Их творчество – яркий стежок в лоскутном ковре нашей многонациональной культуры. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В первые выходные осени синоптики обещают жителям Чебоксар хорошую погоду. В субботу 3 сентября на погоду будет влиять южный антициклон. Будет преобладать солнечная погода, сообщается на сайте погода21.ру. Столбики термометра поднимутся до 20 градусов. В воскресенье больше будет ощущаться влияние североатлантического циклона Лили. Местами могут пройти кратковременные дожди, грозы, но температура воздуха даже повысится до 22 градусов. Я с вами прощаюсь, а впереди вас еще ждет полезная информация о том, почему выпускники школ Чувашии выбирают Чувашский государственный педагогический университет. До встречи. Чувашский государственный педагогический университет вновь подтвердил свой высокий статус. В старейший вуз республики пришли больше тысячи студентов. В этом году абитуриентам предстояло пройти жесткий отбор. На одно место претендовало 11 человек. Далеко не случайно молодые люди стремятся получить диплом именно в ЧГПО. Министерство образования страны вновь признали вуз эффективным. Педагогический университет выполнил все 7, 100% все показатели. Таких вузов в России педагогических университетов только 3. Но останавливаться или успокаиваться нельзя, потому что основная миссия педагогического университета – это обеспечить кадрами школы, детские сады Чувашской республики. А вы знаете, что демографическая ситуация в республике положительная, количество детей увеличивается в школах. И, конечно, востребованность в педагогах, она была и будет. Сейчас студенты вуза обучаются на 10 факультетах. Здесь работают более 300 преподавателей, причем многие из них имеют звание докторов наук и профессоров. Университет сотрудничает с ведущими научными центрами страны. А недавно были заключены соглашения с вузами Китая и Таджикистана. Каждый год студенты ЧГПУ становятся победителями престижных конкурсов. Этим летом будущие педагоги отличились на Всероссийском форуме в Крыму. Этим летом я стала участником Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида в Крыму и получила грантовую поддержку на реализацию своего проекта в размере 200 тысяч. Презентовали также свой проект главе государства Владимиру Владимировичу Путину. Было очень здорово. За 86 лет в университете подготовили более 52 тысяч специалистов. Среди них есть и педагогические династии. Сейчас в УЗИ обучаются правнуки и праправнуки первых выпускников. В моей семье более 20 учителей. И больше половины из них закончили наш Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Получили здесь качественное образование и стали отличными учителями. Если сложить педагогический стаж моей семьи, он составит более пяти столетий. Кипит в университете и внеучебная жизнь. Каждый год по местам боевой славы отправляется поисковый отряд ВУЗа «Память». За это время местный музей пополнился ценными экспонатами. Команда вожатых педагогического отряда «Камушки», включающая самых активных и креативных студентов ВУЗа, выезжает для работы в качестве вожатых, инструкторов по плаванию, спасателей, психологов, педагогов-организаторов, детских и здравницей страны. На протяжении многих лет нет равных творческой команде. Студенты неоднократно занимали призовые места на Всероссийской студвесне. Шанс проявить себя появится и у нынешних первокурсников старейшего ВУЗа Чувашской Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова